Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы непременно должны это знать, повелитель С каждым днем чума распространяется все дальше Идирна уже в ее власти Я получил сведения, что там несколько смертельных случаев Что ты говоришь, Паша? Мошай Фенди уверял, что Идирна в безопасности? Извините, повелитель Насколько вы знаете, дворец в Идирне не так безопасен, как этот дворец Кроме того, потребности госпожи обеспечиваются Идирны и окрестными деревнями Трудно проследить за всеми, кто приезжает Надо было все предусмотреть, Паша А также принять меры, чтобы обезопасить госпожу Я понимаю, Паша Однако этот дворец находится далеко Если что-то случится, будет трудно вовремя вмешаться Что ты предлагаешь? Разумеется, вы лучше знаете, как поступить Однако, пока чума не достигла дворца Имеет смысл перевести госпожу в более безопасное место Скажи Мошай Фенди, что выехал в Идирне и лично изучил ситуацию Как прикажете, повелитель Госпожа, вы хотели меня видеть А я с Паша, во дворце все вверх дном, а ты даже не замечаешь Можешь сказать, что происходит? Простите, госпожа Мне поручили заняться эпидемией Поэтому все свое время сейчас Мне отлично известно, чем ты занимаешься Постоянно ходишь к повелителю И настойчиво рекомендуешь взять яруст Эмапашу Мой долг как великого визиря обсуждать с повелителем разные вопросы И иногда давать свои скромные советы, госпожа Почему ты согласился помогать Рустэму? Ты же понимаешь, что он подлый человек Госпожа, если Рустэм и станет зятем повелителя В худшем случае он войдет в совет В совет, которым руковожу я Хюрем Султан советом руководит Рустэм войдет в совет и добьется своей цели Для тебя это будет плохо, Паша Потому что Рустэм очень чисто любив Он ни за что не ограничится членством в совете Наверняка очень скоро Он захочет стать великим визирем Это невозможно Возможно, Паша Возможно Пока ты исполняешь все, что они хотят Возможно Ты же талантливый политик Хороший солдат Но ты совершенно не ценишь себя Ты стал послушным исполнителем амбиций Хюрем Султан Это не так, я... Ты должен принять решение, Паша Но в первую очередь Ты должен не забывать о своей чести Или, став достойным Пашой Османской империи, ты будешь защищать Интересы династии, подобно всем нашим слугам Или Ты будешь продолжать жить Таким же недостойным образом, как и сейчас Подумай и прими решение Госпожа Госпожа Мне дали поручение отвезти Михримах Султана Шахзаде обратно в столицу Я хотел вас предупредить Я никогда не смогу отблагодарить тебя за то, что ты привез мне детей Ты должен обеспечить их безопасное возвращение Не волнуйтесь, госпожа Молко, Чеглу, я хочу спросить тебя Только одна просьба Пообещай мне, что ты ответишь совершенно искренне Спрашивайте Ты испытываешь, Михримах Султан, какие-то чувства, о которых я не знаю Скажи мне Пожалуйста, не смущайся Расскажи мне честно, что у тебя на сердце Клянусь своими детьми, я никому не скажу Никто не будет знать о нашем разговоре То, что ты скажешь, останется между нами Госпожа Поверьте Не существует Никаких чувств, о которых не знали бы вы или Михримах Султан Я воин, который преданно служит повелителю У меня нет других желаний Или стремлений Готовь карету Михримах и Джихангир могут ехать Госпожа Рустем, Паша Ты вернулся Подозреваю, что хороших вестей ты мне не принес Я права? Госпожа Я надеюсь, что вы понимаете Для того, чтобы сделать то, о чем вы просили Я должен был бы лишиться разума Это же самоубийство Все и так очень плохо Ведь ты не думаешь, что сватовство в Михримах Султан Продлит тебе жизнь Рустем готов ко всему, что уготовано судьбой На отменности гордыни еще никому не помогли Мечта не сделает тебя визирем Она приведет тебя к позору Прочь с глаз моих Я уверена, скоро вы будете с нами, мама Иншалла Я хочу, чтобы ты передала это повелителю Больше я никому не могу доверять Как только приедешь, отдашь ему это в руки Конечно, матушка Джихангир, мой маленький герой Мама О чем мы с тобой говорили? Шехзаде никогда не плачет Знай одно Все будет хорошо И передай это своим братьям Пусть они ни о чем не беспокоятся Когда я вернусь, я хочу, чтобы меня встречал сильный Шехзаде Гюльсюм Михримах, задержись Оставьте нас сейчас наедине Я хочу поговорить с дочерью Ты радость моя Моя красавица, моя госпожа Во-первых, я хочу, чтобы ты была уверена Все, что я делаю, я делаю ради твоего будущего и будущего твоих братьев Мама, что происходит? Я уже давно размышляю о твоем будущем И, наконец, приняла решение Что за решение? Неужели... Да, я хочу выдать тебя замуж Мама, я так рада Вы исполняете мою заветную мечту Я вам так благодарна Наконец-то мы с Молкочеглуб... Михримах, послушай меня Только не перебивай, ладно? Простите меня, матушка Я хочу выдать тебя замуж Но вовсе не за Молкочеглуб Ты выйдешь замуж за Бейлер-Бея Рустема Пашу Великий визирь Хазрет Леви Вы посылали за мной? Проходи Ты не собираешься в Диар-Бекир? Почему ты еще здесь? Хирам Султан нуждается в помощи Я остался помочь, Паша То, что ты еще здесь, бросается в глаза Поезжай в Диар-Бекир Не забывай о своих обязанностях Призрачная погоня за успехом Ни к чему хорошему не приведет Что вас так расстроило? В чем проблема? Проблема в тебе, Рустем Я устал от того, что ты вертишься под ногами и умничаешь Как можно скорее собери свои вещи и исчезни Иначе я не задумываясь отправлю тебя в отставку Ты потеряешь свой пост Ты уже не будешь Бейлер-Беем, тебе ясно? Можешь идти Что вы такое говорите? Ведь это ужасно Рустем Паша совсем не тот, о ком я мечтала Мехримах, успокойся Нет, вы никогда меня не уговорите Я ничего от вас не скрывала Рассказала о своих чувствах А вы хотите, что... Мехримах, успокойся Еще ничего не решено, поверь Это всего лишь мысли Но мне от этого не легче Я не буду женой Рустема Паши Я не выйду за него, вы понимаете? Это вовсе не мое желание, Мехримах Повелитель тоже об этом думает Решение будет принято со дня на день Повелитель? О, Аллах Это похоже на страшный сон Для меня это полная неожиданность Когда вы об этом узнали? Почему вы не сказали мне об этом раньше? Мехримах, посмотри на меня Неужели ты думаешь, что я желаю тебе зла? Я только хочу, чтобы ты была счастлива Тогда спасите меня от этой участи Ради всего святого помешайте Мое мнение ничего не решает Никто не может противостоять воле Падишаха Но будь уверена, дочка Я все сделаю, чтобы ты была счастлива Спасибо, матушка Послушай, дочка У меня к тебе одна просьба Подумай об этом браке Не отказывай сразу Подумай как следует Может так будет лучше для тебя самой Ведь у тебя с братьями много врагов Рустем Паша на нашей стороне Он нам предан В такой сложной ситуации он может нам помочь У него блестящее будущее Нет Я не выйду за него Для меня это хуже смерти О другом я мечтала Болибэя, забудь, Михримах С ним у тебя не будет счастья Ты не для него Поверь мне, это невозможно Возможно Шахзаде Разве нельзя остаться хотя бы на день? Повелитель ждет вас, Шахзаде Прошу Госпожа Не печальтесь Вы сможете еще приехать Уезжаем немедленно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добро пожаловать Здравствуй, Хаджи Челеби Повелитель, ваш визит большая честь для нас Мы несказанно счастливы Прошу, повелитель Повелитель Повелитель, я взял на себя смелость и отдал распоряжение привезти мышуки Скоро этот глупец должен предстать перед вами Отлично Повелитель, с вашего позволения я оставлю вас одних Останься, Ахмед Челеби Я хочу, чтобы и ты послушал шейха мышуки Как прикажете, повелитель Пусть все слышат и все знают Болезнь и здоровье все находится в руках самого человека Чумная зараза Это не от Аллаха Она создана его рабами Самое большое служение совершают те кто может заглянуть в себя и признаться в грехе Не может лишь праведник называться творением Аллаха Каждый человек создан по образу и подобию Творца Мы все дети Всевышнего Изгоните из своих душ страх Человек не должен ничего бояться ибо страх это порождение дьявола Не позволяйте дьяволу завладеть вашими душами ибо тогда Аллах покинет вас Заботьтесь не только о душе но также и о своем теле Истинно Праведен тот кто не забывает о своем теле так как тела наши нам были дарованы Всевышним Шейх Машукея Фенди у нас приказ тебя увезти Увезти куда? Чей приказ? Кто вы такие? Казахский арабус суд Фенди приказал Пойдем Аги не надо мешать или нам придется применить силу Идите своей дорогой Шейх Эфенди останется здесь Стойте, Эфенди Помолчите Поскольку Ибусаут Эфенди пожелал меня видеть я с радостью выполню его приказ Идем Значит, сын Пирале Эфенди Шейх Машуки это ты Быть сыном такого великого отца всегда было для меня очень почетно Значит, в памяти об отце ты начал чинить смуты и беспорядки Уверяю вас, повелитель что мое почтение к моему отцу бесконечно Но несмотря на это я не сверну с пути который считаю правильным Путь, который ты называешь правильным противен Аллаху идет наперекор его заветам Как можно отрицать Всевышнего Создателя и не приведи Аллах впадать в греховную ельс? Мои слова могут раздражать и многим они не нравятся Очень многие на меня сердятся злятся, проклинают Это правда Только у меня и в мыслях не было отрицать Аллаха Создателя мира И это правда Каждое мое слово исходит из моего сердца и взывает к сердцам таких же людей, как и я Что касается заветов Аллаха я никогда не шел против них Как это не шло, Фенди, а? Ты прилюдно отрицал вечные законы ислама а богослужение назвал тиранией народа Ты восхвалял человека разве не так? Да, Ибусуты, Фенди С момента нашего рождения и до самого последнего вздоха мы за каждый совершенный нами шаг отвечаем перед Всевышним Если мы не тираним людей Если мы не воруем Если мы не завидуем и не враждуем Не посягаем на чьё-либо имущество Не посягаем на человеческую жизнь Если мы не молчим, когда так поступает кто-то другой Тогда мы можем быть уверены что служим Аллаху Ты в мечетях и медресе говоришь одно А здесь ты говоришь другое, Фенди Я знаю, где и что следует говорить Знаю, кто слушает ушами а кто сердцем Кто понимает верно а кто нет В конце концов судить стоит не по произносимым словам а потому что не было сказано Не надо играть словами, Фенди Произнеся слово, не выворачивая его смысл Твои проповеди я слышал сам Каждое сказанное тобой слово противно Аллаху и противоречит исламу Сам ты можешь жить так, как хочешь Это твоё дело Никто вмешиваться не будет Но только ты не имеешь права читать проповеди и сеять сомнения Не надо настраивать людей против ислама Пошу Кей, Фенди Хаджи Чилиби прав Однако Принимая во внимание уважение, которое я питаю к твоему отцу и добрую волю Хаджи Чилиби Я закрываю это дело и позволяю тебе уйти Хотя за твои проступки ты заслуживаешь смерти Но ты прощен Я приказываю тебе немедленно вернуться в Аксарай Но если я услышу о тебе еще раз Тогда тебя уже ничто не спасет Субтитры сделал DimaTorzok Останови карету Госпожа Я сказала, останови Дорогу! Госпожа, что случилось? Госпожа, я хочу подышать свежим воздухом Госпожа... Госпожа, я хочу подышать свежим воздухом Госпожа, простите мое любопытство, но чем вы так расстроены? Вы огорчены из-за того, что расстались со своей матушкой? Молко Чеглу, меня хотят выдать замуж. Я узнала, что такое решение принял повелитель. Меня хотят выдать замуж за Рустема Пашу. Рустема Пашу? Я не хочу этого, но меня не спросили. Если бы повелитель принял такое решение, то я бы знал об этом. Все решено, так сказала мама. Молко Чеглу, что мне делать? Это замужество хуже смерти. Госпожа, возможно, все еще изменится. Молко Чеглу, только ты можешь меня спасти. Помоги же мне. Молко Чеглу. Молко Чеглу. Молко Чеглу. Молко Чеглу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диар-Бекир вместе с Рустемом Не оставляй его одного Я не хочу, чтобы он оставался без присмотра Конечно, госпожа Я буду вам докладывать С вашего позволения Рада вас видеть, Паша Приветствую вас, госпожа Слава Аллаху Госпожа Нет ли чего-то, о чем не следует знать Касающиеся того вопроса, о котором мы с вами говорили? Пока нет, Паша Однако, не волнуйтесь Вы получите, что хотите Отлично Это меня радует Как хорошо, что мы друг друга понимаем Вы поставили цель устранить Рустема и Хюрем Султан А я с Апашу тоже надо устранить Тогда великим визирем Османского государства Буду я В чем дело, Паша? Ты ждал много лет Подожди еще немного Слава Аллаху Мехримах Моя радость Здравствуй Как ты? Все хорошо Где Джихангир? Он очень устал И уже пошел к себе спать Вы не спросите о маме? Я отправил своего врача Ситуация серьезная Эпидемия быстро распространяется Маме плохо Она очень грустит Она тоскует без вас и детей Она попросила отдать это Ты выглядишь очень усталой Если ты мне все сказала, можешь идти Повелитель Спокойной ночи Спокойной ночи Госпожа Завтра я должен ехать Обратно в Дьярбекир Пришел попрощаться с повелителем Доброго вам пути, Паша Госпожа Госпожа Мы должны проживать то Что уготовано нам судьбой Если Всевышнему будет угодно И я вернусь У меня Будет лишь одно желание Увидеть вас снова Это ни к чему, Паша Я не выйду за вас замуж Сулейман Звезда моего счастья Благородный повелитель Господин моего несчастного сердца Которая потеряла силы, чтобы биться Я написала вам уже столько писем Что сбилась со счета Возможно, вы не отвечаете А может, ни одно из моих писем До вас не дошло Если вы стремитесь умертвить меня Пламенем этой разлуки То знайте Что дыхание мое Прекратилось уже в тот день Когда я рассталась с вами Властелином моих чувств Султан мой Мой господин Я ваша недостойная рабыня Беспомощная и горящая в огне тоски Мечтающая только лишь о том дне Когда мне выпадет счастье Я хочу воссоединиться с вами вновь Безжалостная разлука Разрывает мое сердце и душу Своими когтями И я же боюсь захлебнуться Собственными слезами Ваша беспомощная Хюрень Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эй, Хатун Стража! Стража! Мертвая женщина Кто она? Как она сюда попала? Паша, это чума Что ты задумала, Шахубан? Ты не говоришь ничего Тебе не надо пока знать, Хатидже Ты лучше Занимайся своими проблемами Повелитель спрашивал о тебе Хюсрева Пашу Он что-то подозревает Возможно, тебе придется Пожить во дворце Яни-Бахче Нет Ты дала мне слово Не бойся, ничего не изменится, Хатидже У вас будут отдельные покои Ты хочешь от меня избавиться? Султан Сулейман Хан Хазретлери Повелитель Мы очень рады, что вы нас посетили Повелитель Что ты здесь делаешь, Хатидже? Повелитель, я... Только не надо лгать мне Литфи Паша сказала, что ты так и не уехала в свой дворец Да Госпожа, прибыл личный врач Повелителя Маше Хамон Эфенди Просите Госпожа Здравствуйте, Маше Эфенди Что случилось? В чем цель вашего приезда сюда? В столице свирепствует эпидемия чумы Когда стало известно, что она уже выдирна Повелитель приказал мне отправиться с проверкой Со мной все в порядке, Маше Эфенди Во дворце приняты все меры Очень хорошо, госпожа С вашего позволения, я все же проведу необходимое обследование Разумеется Стража! Проводите Маше Эфенди Все готово, я не хочу, чтобы что-то сорвалось Не беспокойтесь, госпожа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова